Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Казак без коня», что «Воин без ружья» – участники Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи продемонстрировали навыки верховой езды. В Анапе, равно как и во всей России, возрождает юно-армейское движение. Сегодня впервые присягу приняли командиры школьных отрядов. Военные говорят, что помимо патриотического воспитания, подростки получат больший объем начальной военной подготовки, а с призывом в армию больше шанс стать командирами взводов. Всегда быть верными своему отечеству и юно-армейскому братству. Соблюдать устав юно-армии. Быть честными юно-армейцами – следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Первая присяга – в строю командиры школьных юно-армейских отрядов. Как говорят они сами, кто-то пришел из интереса и патриотических чувств, а есть те, кто намерен связать свою жизнь со службой в армии. Я думаю, юно-армейцы сегодня, приняв присягу, будут следовать ей, как честному слову, которое они с детства приучаются давать и не подводить друзей, товарищей. Я думаю, что они будут достойной смены и призывное время, когда понадобится встать в ряды вооруженных сил. И достойно будут нести честь и славу города, воинской славы. На кителях – значки с новой эмблемой. Движение под аналогичным названием существовало во времена Советского Союза. До этого момента в городе-курорте действовали патриотические клубы. В каждой школе проходили смотры строя и песни, соревнования до призывной молодежи. В городском управлении образования говорят, что с перезапуском юно-армейского движения число таких мероприятий вырастет. Вырастить патриотов – самое главное. Малые родины патриотов России, патриотов в крае. Вот и основная задача. У подполковника запаса Игоря Лехова за плечами два десятка лет службы. По его словам, возрожденная юно-армия, по сути, начальная школа для будущих сержантов, младших командиров. Юно-армейцы, обладая начальной подготовкой, будут получать соответствующие рекомендации. Юно-армия нам нужна для того, чтобы, как вы знаете, срок службы идет один год. Ребят надо готовить к службе в армии. И, по сути, те, кто вступают в юно-армейские движения, они, приходя уже в воинские части, они становятся командирами отделения и замкомандирами изводов. В военкоматах дано указание все юно-армейцы, которые вошли, у них стоит отметка в их них приписанных, что они юно-армейцы уже. Пока движением в Анапе охвачено около 300 подростков. Теперь уже командиры будут принимать присягу в своих школах. В той или иной форме в движение планируется привлечь как можно большее число юных анапчан. Пока одни школьники постигают азы военного дела, другие пробуют себя в политике. Первое заседание нового состава городского ученического совета состоится в конце будущей недели. Об этом рассказали сегодня в городском управлении по делам молодежи. В подростковый парламент войдут школьные президенты, выборы которых прошли 14 октября. Свои первые шаги в общественно-политической жизни пожелали сделать 128 кандидатов. Они проводили агитацию среди сверстников, участвовали в дебатах. Организаторы отмечают отсутствие нарушений, так как была налажена работа между управлениями по делам молодежи и образованием городской администрации. Весь процесс тщательно контролировался. В ученический совет войдут 28 школьных лидеров. Им предстоит избрать председателя и определиться составом комитетов. Ученический совет разделяется на различные комитеты, которые отвечают за свою сферу. То есть комитет культурно-массовых мероприятий, социальной работы, комитет СМИ, комитет за здоровый образ жизни, комитет правовой, комитет волонтеров. И эти все комитеты будут осуществлять свою работу. Они будут привлекать своих сверстников в эту работу, будут привлекать людей к мероприятиям своим. То есть осуществлять тот досуг, который должен быть у молодого человека. То есть это все должно быть на созидательном уровне, все должно быть позитивно и с пользой. Анапский врач оказался в списке 500 лучших терапевтов страны. Первый общероссийский рейтинг врачей-терапевтов представил Минздрав. Лидерами по числу специалистов, попавших в топ-500, стали Ростовская и Кемеровская области и Краснодарский край. В Анапе лучший терапевт работает в городской больнице. Зовут ее Маргарита Половкова. С появлением такого рейтинга врачам, безусловно, добавится мотивация становиться лучшими в своей профессии. Завершен первый этап благоустройства улицы Красноармейской в районе Северного рынка. Работа проводится по поручению главы города Сергея Сергеева. Стоит задача территорию, через которую проходит одна из дорог на центральный пляж, сделать комфортной и современной. На сегодняшний момент подготовлено три десятка таких мест для высадки деревьев. Этим будет заниматься зеленстрой. Изменения не затронули интересов автолюбителей. При этом в популярном у отдыхающих месте появится зелень, которой очень не хватало. Следующий этап – обновление фасадов, приведение их к единому современному виду. Переговоры с владельцами торговых точек прошли. Большинство из них поддержали инициативу, понимая, что респектабельный вид повысит привлекательность, а следовательно и интерес потенциальных клиентов. Власти Кубани разработали проект бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, на социальную сферу Краснодарского края в 2017 году предусмотрено 70% краевой казны, а это 137,5 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, одной из важнейших статей расходов в регионе станет повышение средней заработной платы работникам культуры, медицины и педагогам. Цитирую, по поручению президента Российской Федерации, закон о краевом бюджете будет пополнен приложением о средствах, направляемых на социальную поддержку детей и семей с детьми. На эти цели в 2017 году запланировано 13 миллиардов 200 миллионов рублей. Конец цитаты. Также губернатор добавил, что еще одно очень важное направление – работа с госдолгом. По мнению главы региона, здесь первоочередная задача – не допустить рост долга. Во Всероссийском детском центре «Смена» продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской военно-спортивной игры «Казачьи сполох» и «Из протокиада до призывной казачьей молодежи», участники которой на днях доказывали свое превосходство в верховой езде. Подробности о соревновании в репортаже наших коллег. Верховая езда – неотъемлемая часть казачьей культуры. Храбрость, физическая сила и ловкость – качества, необходимые для победы. Каждый участник проезжает один круг, после чего передает эстафету следующему. Падение – плюс 30 штрафных секунд к общему времени. От каждого участника зависит, насколько высокий результат покажет команда. Все команды подготовлены по-разному, многое зависит от характера лошади. Если всадник зазевался, она может повернуть в другом направлении. Терские казаки удачно справились с заданием. Их время – менее пяти минут. Восемь команд прошли испытания. Завершают соревнования по верховой езде представители центрального возраста. Войскового казачьего общества. Последний всадник финиширует. Победители определены. 3-47-0. Вроде вообще не конкурент. Молодцы, Ярославль! Мне жаль, да. Не ожидали. Мы как бы могли, мы на самом деле надеяться только на это, на помощь Божию. Молиться нужно и верить в свою победу. Еще плюс ежедневные тренировки. Нужно верить в то, что если ты будешь часто тренироваться, если ты будешь молиться, верить в победу, то тогда, конечно, все у тебя будет и получится. Доказано, что конный спорт благоприятно влияет не только и нисколько на общефизическое развитие человека, но вместе с тем оказывает в том числе и душевное спокойствие и равновесие. Соревнования, сегодня проведенные в разницу от прошлого года, отличаются, во-первых, значительно более качественным подбором состава команд всадников. На будущий год планируем также проведение здесь у меня на конкурном поле с учетом обеспечения безопасности и более эффективных результатов проведения. В Анапе продолжаются дни здоровья. В эту субботу, 22 октября, жители села Цибана-Балка смогут пройти бесплатное комплексное обследование у специалистов Центра здоровья. Сельских жителей примут терапевт и врачи узких специализаций – невролог, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог. На таком дне здоровья можно сдать анализ для определения общего холестерина и глюкозы крови, сделать компьютеризированный скрининг сердца на кардиовизоре, а также обследоваться на смоке-лазере, спирометре и аппарате УЗИ. Каждый пришедший получит заключение о состоянии здоровья по результатам проведенной диагностики и при необходимости рекомендации к дальнейшему обследованию. День здоровья будет проходить 22 октября с 9 утра до 14 часов в амбулатории номер 6 по адресу улица Садовая, 86. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.